Всем добрый день еще раз. Студия Лиза Калинина, Никита Некрасов и наша постоянная любимая программа «Наука и технология». Сегодня, что примечательно, что удивительно, даже в спорте есть определенные инновации, различные диагностики. И мы узнаем такое. У нас сегодня ликбез спортивный. Представляешь, Никита? Да, представляю, конечно. И точно будем говорить о беге. У нас тема программы сегодня «Биомеханика бега». Я с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Нина Сухарева. Нина, здравствуйте. Управляющая компанией «Майспортэксперт», участница российских соревнований по триатлону, мастер спорта по спортивному ориентированию. Все правильно. И ее напарник Денис Титов, эксперт по биомеханике бега. Участник всероссийских и международных стартов по спортивному ориентированию. И в настоящее время основное направление Дениса – это трейловый бег. Можно мы в следующий раз чуть-чуть покороче вас будем представлять? Спортсмены. Спортсмены ученые. Просто весь выход уходит на представление. Нет, все равно, конечно, будем представлять со всеми регалиями. Здравствуйте, ребята. Я сразу представил Нину, я хотел сразу задать вопрос. Спортивное ориентирование – это как назвали адрес? И пошел, и пошел, куда-то поехал, где этот адрес находится, на тебе карту, компас, ориентируйся. Практически так. Только у тебя карту, лес и определенный маршрут. И ты должен быстрее всех, правильнее всех его взять. И здесь надо добежать, да? Конечно. Или просто сориентироваться? Нет, добежать, на лыжах доехать или на велосипеде. Здорово. Еще бывает доплыть. Это уже разные варианты. Смотрите, у нас сегодня программа «Биомеханика бега». К вам вопрос такой. То есть получается, что просто пробежаться – это неправильно. Существует куча каких-то ошибок, нужна специальная обувь, диагностика. Или вот что это такое «Биомеханика бега»? Давайте так введем в курс дела наших людей, зрителей и слушателей. Смотрите, да, «Биомеханика бега» само по себе – это подход, научный подход. Научный. К любителю, да, либо к профессионалу, то есть непосредственно к спортсмену, как к человеку. Мы рассматриваем, опять же, с точки зрения непосредственно науки, как это было уже порядка почти 100 лет, моменты, как движется тело, как движутся ноги, как движутся руки, какое получается смещение корпуса в одну из сторон. Соответственно, просто выйти из квартиры и побежать можно. Но при этом, если вы рассматриваете некую регулярность своих пробежек, то уже необходимо задуматься о том, что с вами может происходить, либо положительное, либо негативное. У вас действительно очень такая классная организация, потому что я даже вот когда посмотрела ваши какие-то открытия, вы же и сотрудничаете с очень крутыми спортсменами, освещаете крупные соревнования. То есть вот как эта вся работа происходит? К вам приходит ваш, я не знаю, спортсмен, например. Он становится на какие-то тренажеры или что? Что такое? Что вы делаете? Сначала надо посмотреть на его ноги. Да, да. Как они выглядят? В чем инновация? Как это все происходит? Как это все происходит? Как это все происходит? Мы совмещаем в себе две такие популярные вещи, которые существуют несколько лет уже в Европе и в Америке. Соответственно, ввезли это в Россию. Это технология на Тензоплатформе. Это платформа, которая снимает давление со стоп. Вот, соответственно, мы делаем такой 2D-анализ по стопам. И дальше мы берем стандартный 2D-видеоанализ. То есть это беговой анализ на дорожке. То есть идет съемка с двух видеокамер. Дальше анализируется непосредственно сама техника бега. Анализируются моменты с точки зрения как раз биомеханики, как работают мышцы, как они функционируют в двух проекциях. И после этого вы уже даете какие-то рекомендации человеку или подбираете ему кроссовки? Ну, после этого мы работаем непосредственно со спортсменом вне зависимости от того, зачем он к нам пришел. Кто-то приходит уже травмированный, кто-то приходит наоборот, со стремлением... По спортивному ориентированию пристрелили, знаешь, уже все. Да, то есть кто-то приходит... Плохо заориентировался. ...со стремлением повысить свой результат. Соответственно, берем, рассматриваем, уже разбираем. То есть рекомендации идут и онлайн сразу с человеком. Смотрим, как-то подбираем либо обувь, либо чуть-чуть рекомендуем по упражнениям отработать. Либо, соответственно, дальше на выходе у человека получается многостраничный такой отчет, подобранный с упражнением, с экипировкой, с разбором всего того, что у нас было воспроизведено за весь тест. То есть он, как сказать, получает полностью свое расписание на будущее. А на какой результат нацелено вот это исследование? Что должно в итоге получиться? Должно получиться хороший и полноценный разобранный срез по спортсмену на сегодняшний день, на сегодняшнее время. То есть это позволит лучше бегать раз, и что еще? То есть это улучшит здоровье, сократит количество травм? Ну вот, да, вот третий пункт был самый правильный. Как минимум это повышает безопасность. За безопасностью уже кроется все остальное. То есть если у спортсмена есть подготовленность, дальше, конечно, раскрывается скорость, улучшаются все характеристики. Вот смотрите, такой вопрос. То есть получается, если человек выходит на улицу, как вы говорите, начинает бегать регулярно, то есть впоследствии может аукнуться, он неправильно бегает, да? Вот мы тоже, наверное, об этом попозже чуть-чуть поговорим. У него неправильная обувь. И что, начинают болеть колени, суставы? То есть какие-то сначала сигналы, да? Случаются. Да, все верно. То есть здесь получается самый простой момент. У любого спортсмена в какой-то момент что-то может заболеть. Важно делить эти боли на две составляющие. То есть есть боль, которая достаточно быстро проходит. Чаще всего она проходит в течение суток, полутора. Это какие-то последствия либо боли по мышцам, и бывает боль более долгая. Она не проходит ни после сна, она может проявляться во время какой-то ежедневной активности. Соответственно, здесь уже нужно слушать свой организм, понимать, что надо так, что-то не так. Куда-то надо идти? Оно происходит, бывает происходит из-за обуви, бывает происходит из-за нерегулярности тренировок, бывает происходит из-за повышения объемов тренировок. Надо разбираться, в чем причина. Да, да, конечно. Нина, еще вот смотрите, к вам вот такой вопрос. Вот у нас в России есть аналоги таких вот тренажеров, диагностик? У нас-то вообще что-то производится, или все мы берем из-за рубежа вот эти все тенденции? Все инновации, они, конечно, за рубежом. То есть все, что сейчас есть в России. Мы не единственная компания, которая занимается похожей предоставлением услуг. Но изначально все идет из Европы. Европа, Америка, возможно, Япония. Все технологии оттуда. И в первую очередь, когда это начало появляться в России, это все шло из-за границы. Все привозили, все самое лучшее, как бы брали оттуда все сливки, уже пробовали реализовывать в России, в Москве. В частности, ну, в Москву как центр таких всех инноваций. Это просто только профессионалы, либо могут люди, абсолютно любой человек может быть. Абсолютно любые, абсолютно любые новички, часто которые не знают, с какой стороны подойти к спорту, или у которых были травмы, они просто боятся начать заново, потому что боятся, что что-то в итоге у них заболит, и будет уже со здоровьем не то. Они приходят, и вот, помогите, как начать, что сделать. И мы даем вот этот вот такой паспорт, так сказать. Я объясню, к чему я этот вопрос задал. К тому, что у нас есть совершенно открытая, свободная группа «Страна ФМ ВКонтакте». Вы, пожалуйста, заходите в нее, вступайте, конечно же. И там, на самом верху, закреплен пост с фотографиями наших сегодняшних героев, нашей рубрики «Наука и технологии». Вы можете задать свой вопрос, который любой, который вас интересует, по направлению нашей сегодняшней беседы. Я напомню, бег на месте, общепримиряющий, как у нас написано. Да, все о беге. Спрашивайте, пожалуйста, у нас в гостях Денис Титов и Нина Сухарева. Мы сейчас послушаем Анну Плетневу, замечательную, с последней, моей любимой, да, с песней «Ла-Ла-Лэнд», моей тоже любимой. Вот. И вернемся скоро к вам, поэтому оставайтесь с нами. Пишите, друзья. Добрый день еще раз в студии телерадиоканала «Страна-ФМ» Лиза Калинина, Никита Некрасов. Наша рубрика «Наука и технологии» прямо сейчас в эфире. Заходите в группу «Страна-ФМ» ВКонтакте, задавайте вопросы нашим гостям. А гости кто, спросите вы? Нина Сухарева, управляющая компанией «Майспортэксперта», и Денис Титов, эксперт по биомеханике бега. И разговариваем мы о новых технологиях в спорте, об инновационных беговых методиках. У меня такой вопрос. Давайте ориентироваться не на профессиональных спортсменах, которые в принципе в теме, а на аудиторию. Я думал, что ты сейчас скажешь. Давайте ориентироваться не спортивно. Да, я поняла. Спортивное ориентирование. Вот смотрите. Человек только начинает, например. Вот какие его шаги должны быть? Что он должен предпринять? О чем должен задуматься? Если он хочет начать с пробежек утренних. Тем более это сейчас такой мейнстрим, это модно. Постоянно анонсируют какие-то марафоны. Но человек же не может раз и побежать 42 километра, которые призывают благотворительные и так далее. Начать надо с одного. Он должен как-то подготовиться. Вот что он должен сделать? Какие его шаги? Самое первое, он должен начать. Это вот как бы ни было бы странно и смешно, но да, у всех всегда проблема. Кто-то стесняется, кто-то еще что-то. То есть есть какой-то такой некий стоп. Вот здесь начать и дальше вести себе это в регулярное расписание. То есть если это было там каждое утро, значит каждое утро мы и бегаем. То есть должно быть постоянно регулярно, потому что многие люди путают регулярность с каким-то там выделением одного дня на пробежку. Либо даже три раза в неделю, но регулярно. Не обязательно каждый день, каждое утро. То есть да, стараться, то есть там плюс-минус два-три, лучше, конечно, четыре раза в неделю. Легкие, спокойные тренировки, небольшие пробежки по полчаса, более чем достаточно. Конечно. А, соответственно, дальше уже понимать, что с вами происходит. То есть непосредственно смотреть, какой у вас получается сейчас текущий объем по километражу, что вы можете еще физически для себя сделать по нагрузке. То есть можете добавить какие-то упражнения, добавить растяжку, небольшой массаж. То есть это должен быть такой полный цикл. То есть у вас планертная тренировка в итоге растянется на где-то примерно 40-60 минут, но вы будете после нее чувствовать себя не просто уставшим, а уставшим, но подготовленным уже к следующей нагрузке. Будь это рабочий день или там следующая тренировка, через день, на следующий день. Соответственно, уже потом, то есть это у нас с вами примерно закладывается все в два месяца. Ну, в месяц, в два. Надо уже рассматривать момент экипировки, то есть непосредственно понимать, в чем мы будем бегать, с какой скоростью, какая должна быть... Мы знаем, это, в принципе, не такой важный момент. Это да, как бы это ни звучало, возможно... Можно в Берцах. Да, хоть да. Да, серьезно. Все в день сотрудников ФСБ вот такие там бегают бедные уже. Да, даже у меня был такой опыт, что приходили клиенты, да, приходили спортсмены, которые только что вот недавно прошли, при том это бывшие ВДВшники были, хоть и не в сегодняшний день праздника. Пришли на диагностику. Да, пришли, то есть хотели немножко отойти от тяжелой обуви, да, перейти на более такую спортивную. Да, и жизнь тяжелая, конечно. Просто не знали, как снять. Приходит диск, смотри, не могу вообще, переросли, мне бы кроссовки. Ну да, да. То есть здесь главное начать, да, то есть после уже поменяется одежда, поменяется обувь, поменяются какие-то уже непосредственные привычки. То есть человек въезжает вот потихонечку, да, в этот процесс. Все верно. Я уже задавала вопрос про то, что сейчас бег – это мейнстрим. Вот как вы считаете, правильно ли, что человек начинает с каких-то вот этих вот длинных дистанций сразу, с марафонов, так можно или нужен все-таки подготовительный? Нет, строго подготовительный, потому что, как показывает практика, вот повсеместно, даже если мы прямо завтра с вами вместе побежим 42 километра… Ну, даже 4. Нет, лучше 42. То есть, допустим, да, мы возьмем сразу некий такой крупный максимум. Возможно, мы добежим хорошо, без травм, мы просто устанем и все. И мы будем воодушевлены, что все получилось с первого раза, несмотря на то, что нам рассказывали о чем-либо журналы, бренды, магазины. Но второй раз у нас так не получится уже. То есть, организм может дать какую-то… Будет отторжение маршрута просто. Да, по факту, да. То есть, здесь с непривычки организм решил, что у нас такой некий кросс-поход, и решил нам дать возможность его выдержать. Вот, соответственно… И все. Но потом такого не получается, да. То есть, соответственно, вам должна быть постепенная-постепенная нагрузка. Есть великолепное правило 10%, то есть у вас еженедельный объем должен вырастать на 10% от предыдущего. Кстати, вообще, в принципе, бег – это травмоопасно? Если бездумно, то да. Травмоопасно. Если бездумно – это самый травмоопасный вид смотанный. Он самый доступный и при этом самый травмоопасный по статистике мировой. Потому что все многие думают, что это легко. Встали и побежали. И так увлекаются, что не замечают. Вот это очень правильно, и вы акцент сделали, что самый доступный, и одновременно с этим все-таки оказывается и самый травмоопасный. Давайте сделаем паузу. Выдохни, да. Послушаем конец фильма, так же, как ты, они говорят. И вернемся сразу после этой песни и поговорим с нашими гостями. Напомню, у нас в гостях Нина Сухарева, Денис Титов. Это эксперты, которые расскажут нам все о том, как бегать правильно. Да. Мы продолжаем. Лиза Калинина, Никита Некрасов в студии. В гостях у нас сегодня управляющая компания MySportExpert Нина Сухарева и эксперт по биомеханике бега Денис Титов. Давайте еще про ваши инновации поговорим. Что такого принципиально нового есть в беге? Что вы делаете? Чем можете похвастаться, поделиться? В нашей технологии мы совместили несколько направлений, несколько технологий. В первую очередь, это просто такая диагностика человека, как интервью мы проводим с ним, чтобы понять, с чем человек пришел, какое у него прошлое, к чему он стремится, какие у него травмы, что его беспокоит. Вот второй, как Денис уже сказал, это анализ стопы. Здесь мы применили французскую технологию SIDOS. Это анализ на тазоплатформе, как в статике, так и в динамике происходит. После него мы понимаем, возможно ли человеку надо сготовить стельки. Возможно, не надо. Возможно ли это готовые стельки ему нужны. Это второй этап. Долго анализировали, какая технология по анализу стопы из всех в мире представленных, такая наиболее полная, выбрали, остановились на французах. И третий этап, это как раз съемка на видеокамере сбоку и сзади, что дает такую полную картину движения тела человека. Так, раз приходят, там полностью три пары кроссовок сразу берут на годы вперед, чтобы... Три это не лимит. Не придел. Нам приходила девушка, у нее было 15. У нее было 27 пар кроссовок. И мы все смотрели, ребят, у нас прям есть фотография. Шума свеча. Нам, видимо, очень долго их собиралось. Если я к вам приду, ребята, вам будет со мной легко. У меня одна пара кроссовок. Отлично. Вы будете нашим людям. Человек приходит босиком, а потом подбирает у вас кроссовки. Кто-то так приходит, у кого нет ничего, мы подбираем, да, мы говорим, что надо. Кто-то приходит со своими, и мы смотрим, какие, да, можете бегать, нет, выкидывайте или там дарите. Кому-нибудь. Или на опыты отправляйте, да. Ну, а вообще самостоятельный человек должен что-то понимать? Вот какие кроссовки, когда, вот представим, ну вот беговые кроссовки, их там 53 штуки. Удобные взял, купил, побежал. Ну, вроде удобные. Это нормальный критерий или это вообще недостаточно? Здесь такое маленькое отступление, то есть нужно понимать просто, что у него все-таки в планах. Если в планах какие-то, какое-то участие в коммерческих стартах, либо в благотворительных стартах, то он в любом случае будет уже к ним готовиться, и это регулярные тренировки. Да. Вот, соответственно, то есть в данном случае непосредственно ему, да, либо у нас нужно пройти какой-то незначительный анализ по подбору кроссовок, да, беговых. У нас благо все-таки в Москву, да, приходят, и в России тоже в целом приходят технологии по анализу подбора беговой обуви. То есть это есть и в беговых магазинах, это есть в спортивных студиях, как мы. Вот, соответственно, когда можно по определенным параметрам, которые уже несколько десятилетий, да, доказаны наукой, как определить непосредственно работу стопы. Вот, и относительно этого подобрать беговую обувь. Да, беговая обувь подбирается по непосредственно работе стопы и работе колена. Вот, это отдельная технология, так называемый гейт-анализ. И, соответственно, есть более такие индивидуальные предпочтения. Это, соответственно, непосредственно упругость кроссовка, либо его же мягкость, либо какие-то иные параметры, связанные со скоростью спортсмена. Потому что тогда уже будет возникать момент тонкой подошвы, более упругой подошвы. У меня вот вопрос. Я все-таки хочу вернуться к новичкам, к таким, как я. Ты тут танцы, бег, все такое, всем занимался. Я только в гонбол играл. А просто? У меня вопрос такой. Я слышал, что есть такой распространенный миф, что в городе бегать нельзя. Потому что у нас... Слушайте, по асфальту. Вообще, в принципе, в городе бегать нельзя, потому что потребление кислорода увеличивается в разы. И тем самым мы не то, что себе пользы никакой не приобретаем, а мы еще и наносим вред организму за счет того, что мы вдыхаем просто литрами этот загазованный воздух. То есть надо, чтобы бегать нормально, ну, конечно, у вас подготовиться сначала, а потом выезжать куда-то за черту города, где будет поменьше машины, бегать там где-нибудь в лесочке, по тропиночке. Вот так ли это? Вот это первый мой вопрос. Глобально так, но мы живем в Москве. То есть, да, либо мы живем в каком-то более другом крупном городе России. Соответственно, мы вынуждены, да, как... То есть у нас нет возможности куда-то уехать прямо здесь и сейчас, перед работой, либо после работы. Конечно, и самый идеальный вариант бегать непосредственно вблизи либо рек, либо лес. Соответственно, это самый такой адекватный, приятный и по дыханию момент, и по работе самого опорно-двигательного аппарата. То есть это все такое совокупие. И вот в догонку к вопросу Никиты. Да, у меня даже догонка есть. А грунт важен? Вот, вот. Грунт, асфальт, поверхность. Я слышал, что очень сильно страдает у новичков пятка и вот этот столб, который идет от пятки к колену и так далее. Из-за того, что люди бегают начинающе по асфальту, именно. Да, самая... Неподготовленная. То есть самая неблагоприятная почва, да, или поверхность, которая может быть для спортсмена, это непосредственно там гранитная плитка, потом бетонная плитка, потом асфальт, и дальше все по нарастающей. То есть самое благоприятное... То есть асфальт все-таки пружинит. Он чуть больше обладает упругим свойством, чем бетон и гранит, тем более, да. То есть самая адекватная – это грунтовая дорожка где-нибудь у вас на даче, либо небольшие... Парка. Да, либо тропинки в парк. Да, конечно. То есть это самое приятное, оно дает хорошее сцепление, дает дополнительную амортизацию, которую не может дать еще организм новичка. Соответственно, здесь все сразу сочетается. Сочетается незначительная мягкость кроссовка упругая. Ну, либо вот эти крытые сейчас модные такие... Манежи, да? Манежи, стадионы, да. У них идет, соответственно, стандартное покрытие. То есть раньше в советское время это была резина, сейчас все уже более инновационное, более податливое к человеческому организму. Все поприятнее. И вот еще такой вопрос. Тоже как для начинающего человека. Мы уже поняли, что важно определить обувь, в которой будет удобно, комфортно и так далее, и нетравмоопасно. Важно понять, как человек бегает. Это все вы определяете, как эксперты. Есть ли у вас какой-то продукт? Потому что я, допустим, слышал, что раз вот взял телефон, скачал приложение, и оно тебя научило. И правильно бегать, и правильно нагрузку, и дышать, все распределять. И ты вот бегаешь вот по заданной программе, и все у тебя будет в порядке. Так ли это? И, может быть, есть у вас какие-то аналоги специальные для того, чтобы делать все правильно? Здесь поясню так. То есть если, опять же, мы вынуждены всегда делить людей на группы. То есть у нас есть более ответственный подход с повышенной регулярностью и с какими-то планами на будущее. Есть просто кто сам для себя, но ему нужна некая такая палочка-выручалочка, чтобы она его выгоняла из дома на пробежку. Соответственно, для вот второй группы, кому нужна помощь, какие-то стандартные приложения, стандартные программы, которые формируют некий план тренировок, они подойдут. Для спортсмена-любителя, у которого есть какие-то планы на собственное будущее, лучше, конечно, ориентироваться на собственный организм, во-первых, прислушиваться к себе, и уже работать с тренером непосредственно, который будет проводить порядок тестов, да, то есть это тесты и по газоанализу, и по работе организма по каким-то локтатным порогам. Соответственно, относительно этого будет планироваться нагрузка по пульсу, по объему, по всем-всем-всем нюансам. Все-таки тренер нужен, да, в данных моментах? Это самый идеальный и желательный вариант. Он может быть непостоянным, да, то есть работа с тренером, но на начальном периоде, да, чтобы себя контролировать и правильно вести, то есть непосредственно тесты, там раз в год проводить, два раза в год, и работа с тренером, чтобы хотя бы он выставил понимание о плане тренировок и о технике бега. И вот здесь тренер может использовать программы, в которых он забивает твой план, в соответствии с этими тестами. Ты смотришь удаленно, там пробегаешь тренировку, и такие есть разные гаджеты, часы, пульсометры, которые как бы считывают всю информацию и передают тренеру. Сейчас слушают нас новички и думают, мамочки, сколько всего надо? Я думала, надел кроссовки и побежал. Нет, это уже в будущем. Ну, то есть если вы хотите, там, 5, 10, 42 километра. Друзья, у нас сейчас небольшая пауза. Первый и единственный в России. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Здравствуйте, дорогие друзья. Алис Калинин, Никита Некрасов здесь в студии остаются, продолжают быть. Нина Сухарева и Денис Титов. Это эксперты по бегу. Наш сегодняшний в группе, в группе, в рубрике «Наука и технологии». Вот мы разговариваем про бег. Да, нам приходит несколько сообщений. Вот это очень интересно. «Бегаю не так давно, беспокоят задняя поверхность бедра и спины, и позвонки. Какие упражнения можно выполнять, чтобы справиться с проблемой? Ну, или вообще в чем проблема? Как так получилось?» Доктор. Доктор, помогите по радио и по теле. Снимаю. Далеко спортсмен, да, поэтому прямо вот... Сейчас Денис должен был сказать, ну, подставляйте к динамику бан. Да. Значит, такая сейчас... Кроссовок. Здесь, правда, говорю, к сожалению, спортсмен далеко, да, то есть надо непосредственно смотреть, что происходит и в каком коэффициенте это, да. Но самый простой момент, то, что нужно делать, это, во-первых, проанализировать, что есть по нагрузкам, да, если есть какие-то периодические нагрузки с точки зрения холмов и гор, то есть убрать, то есть, так сказать, нагрузочные, да, забегание в гору, опять же, отработка спусков, соответственно, обязательно делать растяжку хорошую, статическую. После уже тренировки. Да, после тренировки. Один из вариантов, можно убрать беговые тренировки на время, разогревать себя просто небольшими занятиями УФП, то есть такая простая функциональная тренировка. Да, простая функциональная тренировка, когда мы разогрели мышцы, уходить где-то минут на 20-30 в хорошую статическую растяжку, когда мы с вами легли, растянулись, секунд на 30-40 задержались, все, то есть убирать возможную зазадость, которая сейчас присутствует по мышцам бедра. Это самая такая популярная травма, но, опять же, повторюсь, здесь надо непосредственно смотреть человека прямо вот вблизи. И про зимний нам интересный бег. Да, да, мы просто за кадром, я объясню нашим слушателям и зрителям, за кадром мы разговаривали. То есть о том, что я, например, мне тяжело бегать летом, мне проще вот по своему физическому состоянию, по физическому состоянию моего организма проще бегать зимой, когда прохладно или же даже холодно, просто я соответствующим образом одеваюсь и бегу. Одновременно с этим это ведь более травмоопасно, да, зимний бег? Да, зимой надо подбирать особенную экипировку, не дай бог вы и не подскользнулись. Шипованная резина. Не упали, есть у нас клиенты, которые падали и даже ноги ломали себе вплоть до этого. Особенным образом надо закачивать стопу, потому что зимой это более нестабильная поверхность, а снег, сугробы, лед, и если стопа не закачана, то возможно будут какие-то вывихи и так далее. Поэтому к этому, к подготовке к зимнему сезону тоже надо относиться очень серьезно. Тоже к вам, к вам, к вам. Мы подскажем, что надо делать, чтобы вы не получили эти вывихи, а потом до лета сидели на печке и... Горевали. Горевали, да. И, соответственно, экипировка. Но при этом зимний бег, он, ну, как бы, возможен и может быть так же эффективен. Он возможен, допустим, и это отличный вариант межсезонья. Угу. Попоследственно, да. Всегда бывают вопросы, которые они стесняются задать где-то там даже в интернете или у кого-то у знакомых спросить. Обсуждаем все нюансы какие-то там. Бывают даже вопросы какого-то интимного характера, бывают вопросы по тренировкам, по питанию. То есть все, конечно же. Но, тем не менее, вы настоятельно рекомендуете начинать все-таки с тренером. Да? Каждый человек настолько индивидуален, что кто-то не хочет тренироваться с тренером сразу. Кто-то во все вникает сам. Ему нужно просто собрать много экспертных мнений. И он для себя, слушая свое тело, свою реакцию на нагрузку, он для себя выбирает какой-то путь. Мы также можем порекомендовать тренера, потому что у каждого тренера также свой подход. И найти того тренера, который с тобой будет общаться, и ты будешь хотеть к нему прийти на тренировку, это дорогого стоит. Я за свою жизнь имел, не знаю, три, может быть, свои тренера, которых я действительно нарвалась на тренировку, хотя они тебя мучили так, что ты все равно шел, да. А к другому не затащишь всеми пряниками и конфетами. Поэтому для каждого человека свой подход. И мы на вот этой диагностике помогаем, как человеку понять, что ему надо. И как бы он не боится там раскрыться. Он два часа погружается вот в этот как бы бег. А сколько, кстати, диагностика идет? Полтора-два часа. В среднем, в зависимости от ситуации, там вот два кроссовка принес человек, или 32, сколько вопросов, с каким запросом он пришел. Либо вообще не принес, надо подбирать, да? Да, всегда по-разному строится. Разные были случаи тоже. Если, например, человеку надо стельки изготавливать, это сразу как бы затягивается, плюс их еще час. Потому что стельки требуют времени изготовления. Но это работать с одним человеком? То есть кто-то будет стоять в очереди? Нет, все по записи. То есть, конечно, это все по записи, все бронируется заранее. Поликлинику. Нет такого, что там быстрее-быстрее, тут еще у нас очередь. Как бы все достаточно интимно, уютно, и человек может раскрыться полностью. И бегать безопасно. Да. Не только бегать, давай откроем секрет. Да. Мы, ребят, позовем, у вас же еще велоспорт. Да, мы специализируемся, да, нашей компанией в общем на триатлоне. Да. И также у нас есть большое направление биомеханики велосипеда, где человек узнает про велоспорт, про то, как подобрать велосипед, как тренироваться, как настроить велосипед. И, соответственно, получит сам велосипед. Сейчас к нам оставшаяся часть России подключилась просто. Да, как проехать за Уралом. От пяти километров до ста восьмидесяти километров без боли и с кайфом, и с улыбкой на лице. Спасибо вам огромное. Мы ждем вас в гости еще. Давайте тогда поговорим уже не о биомеханике бега, а, как сказать, биомеханике велосипеда. Езды. Езды, да. Спасибо вам огромное. Было очень приятно. Да, давайте напомним, кто у нас был в гостях. Дорогие друзья, у нас здесь целый час на ваши вопросы, в том числе и на наши, отвечали Нина Сухарева, управляющая компанией MySportExpert. И Денис Титов, эксперт по биомеханике бега, участник всероссийских международных стартов, по спортивному ориентированию и специалист по трейловому бегу. Да. Вот у нас далее по курсу Земфира с песней доказано. Видишь, доказано, что бегать нужно. Конечно нужно. Это самый травмоопасный и доступный вид спорта. Главное все делать правильно. С умом. Да. Друзья мои, спасибо вам огромное. Спасибо большое. Отлично вам дня. Надеемся, что не последний раз. Да, мы скоро вернемся. Да. Никита Красный. Убегаем в город в какой-то российский. Земфира продолжает. Друзья, оставайтесь с нами. Пока.